Сезон навигации открыт. По Енисею пошли первые суда. А завтра теплоход Михаил Гаденко доставит всех желающих до Усть-Мана и вернет обратно. Цена билета осталась на уровне прошлого года и поднимать ее не собираются. Прогулка обойдется в 172 рубля в одну сторону. А с июня красноярцы водным путем смогут попасть в подкаменную Тунгуску и в Дудинку. А в июле планируют запустить современный аналог ракет, которые курсировали в советское время до Девногорска. В Красноярск прибудут два теплохода на электрической тяге. Для них уже подготовили две станции для подзарядки. Одну в Красноярске, вторую в Девногорске, выше причала. Начинается и грузовая навигация. Сюда начнут доставлять груз в отдаленные уголки края. Грузовой флот пойдет по притокам от Каменная, Нижняя, Курейка. Навигация предстоит, возможно, сложной, потому что по сегодняшним параметрам мало воды как в Красноярском, так и в Саяношушенском водохранилище. Но комиссия, в которой мы присутствуем, сейчас занимается регулированием для того, чтобы сейчас лишнюю воду не сбрасывать. Сбрасывать.